Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наши недельные главы Матод и Масей. Есть такие слова там, вот странствия сынов Израиля, которые вышли из земли египетской. И возникает очень интересный вопрос. Ясно, что цель странствий не удаление от Египта, а приход к землю Кнаанам, землю Израиля. Почему же в Торе не сказано, вот странствия сынов Израиля, которые шли к земле Кнаанам? Ответ, кстати, нам поможет понять, давайте сначала так, короткую историю. Заодно и попробуем понять из этой истории, зачем вообще было 40 лет ходить по пустыне. Один из хасидов, Сарафа Искотска, такой был великий человек, праведник. Он к нему заходил, какое-то время стал реже заходить, потом вообще перестал. И вот однажды он его увидел, спросил, хасид опустил глаза и говорит, что я торгую медом и в последнее время продаю немножко, добавляю там разные, немножко обманываю людей. И как я могу перед таким великим раввином, как мой, встать и вот рассказывать теперь, когда я заподнал себя и так далее. Сараф говорит ему, слушай, скажи, ради какой суммы ты не станешь вот подделывать этот мед? Вот согласись. Вот скажи, давай иначе. На 6 копеек за каждую порцию меда за банку ты согласишься, чтобы не обманывать? Он говорит, соглашусь, не буду лгать ради 6 копеек. Тогда Сарафа говорит, смотри, вот о чем я тебя попрошу. Отныне продавай поддельный мед, когда ты это делаешь в то случае, когда прибыль от него будет выше 6 копеек. Семь и больше, да? А за 6 не губи свою душу. Готов принять на себя такое обязательство? Касин говорит, готов, конечно, обязательно сделаю. И вот он приехал, сказал, что через месяц, я знаю там, и говорит, все, я честно держу, все и там. Сараф говорит, отлично. После того, как ты научился взвешивать свои поступки и не обманывать ради какой-то прибыли в 6 копеек, сделай еще один шаг. Перестань обманывать ради 7 копеек. И так можно пробовать еще и еще, пока ты полностью не освободишься из ловушки лжи, и не спасешь свою душу. Когда Хасид услышал такой пошаговый план, его сердце переполнило с радостью, до сих пор его совесть мучила, но праведник наметил для него путь и начал действовать. И вот через короткий совершенно промежуток времени он стал другим человеком. Он отдавился от лжи и стал, ну, я не знаю, человеком правды, скажем. Произошло чудо. Новый путь, кстати, не только не уменьшил его доходы, а произвел к противоположному эффекту, потому что стали люди, слыша, что высокая цена там, начал поднимать, поняли, что качество меда оправданно, и он поиграл. В один прекрасный день Хасид прибегает к своему учителю, говорит, Ребе, наконец я достиг истины. И тут Срафа ему говорит, до сих пор, дорогой, ты только отдалялся от лжи. Но до истины тебе очень далеко. Надо пройти еще немалый путь, прежде чем ты обретешь это правило, качество, да, и неизвестно сумеешь ли. Из этого рассказа следует следующее. Если человек сходит в пусти лжи, это еще недостаточно, чтобы с уверенностью какой-то такой, знаете, сказать, что он достиг истины. Это путь раскаяния. Сначала отдалиться от зла, только потом начинать трудиться над обретением добра, а это уже путь бесконечный. Отсюда и ответ на наш вопрос. Это еще Мальбим говорил. Сыны Израиля вышли из Египта, и, несомненно, это был подъем на новый уровень. И они отдалились от египетской нечистоты. Но это еще не означало, что они готовы принять были святой земли Израиля. Для этого требовался еще очень долгий путь. В их случае 40 лет. И вот стих Торы, странствия Израиля, которые вышли из земли египетской, показывает, что они странствовали по всем местам, упомянутые наши глави, но не были готовы еще прийти к Израилю. Поэтому иногда мы хотим подогнать ситуацию, что-то быстрее сделать, даже когда там сверххорошее. Надо понимать, что всему есть время на земле. Есть время созревания, вот сейчас правильно, а если через полчаса что-то уже неправильно. Есть тонкая грань. Не подгонять время, но и не упускать время. Не тратить время. Рэбе, кстати, говорил потрясающие слова. Многие говорят, что время – деньги. А я говорю, время – это жизнь. Обратите внимание, как слое начало сейчас работает со временем. Сейчас то, блин, там, что-то там, я знаю, телевизор. Потом сериалы – это абсолютный убийца времени. Давайте посчитаем, где мы с вами находимся по шкале времени. Время – это главная ценность жизни. На что ты тратишь свое время? А то там ты и находишься. Поэтому посчитайте, сколько времени в день вы уделяете духовному Богу, проще говоря. Сложно будет. А если говорить о десяти, не двадцать четыре часа, значит, два и четыре десятых часа. Надо по-любому выделить духовность. Даже если вы ищете сон, это будет восемнадцать часов. Час будет. Ну, то есть, делаете ли вы это? А если нет, то это плохо. Убивать время в некотором смысле даже хуже физического убийства. Надо планировать время. Надо беречь время. Надо понимать, что это наивысшая ценность, которая дана человеку. Если мы не ценим время, оно уходит. Но если мы начинаем управлять своим временем, спрессовывается это время, и мы можем успеть больше. Например, за одну жизнь прожить три. И так далее. Брахавы от слаха. Всего самого лучшего. Берегите время. Берегите время. Берегите время. Берегите время.